Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о анатомический стиль компании Comfortable CIDES. Я Александр Артемов, специалист, который изготавливает, подгоняет и облегчает проблему ног наших клиентов. Анатомические стильки CIDES нужны для того, чтобы разгрузить ногу, правильно ее поставить в обувь и снять некое напряжение суставов. Поговорим о отличиях, что такое ортопедическая стилька, что такое анатомическая стилька. Многие люди думают, что приходя сюда, они получают ортопедическую стильку. Это неправильно. Ортопедические стильки можно изготовить только в специальных поликлиниках или институтах. Мы занимаемся анатомическими стильками, то есть мы подгоняем стильки именно по промерам ноги, не занимаясь ортопедией по выворачиванию стоп, по изменению углов. Это основное отличие от ортопедии. Что делают анатомические стильки? Анатомические стильки дают возможность разгружать стопу, избавляться от мозолей, от натоптышей, правильно распределить нагрузку по всей площади стопы. Также зафиксировать пяточную зону, правильно зафиксировать пяточную зону. Анатомические стильки для бега существуют с разным наполнением по компенсации давления, то есть деформации. Есть изменения по тому, как мы бегаем и где мы бегаем. Если мы бегаем по жесткому, то анатомическую стильку надо изготавливать с более высокой степенью деформации, чтобы она пружинила. Если мы бегаем по грунту, нам не нужно две-три защиты демпфирующего слоя. Мы можем обойтись более простой стелечкой. Стелька применяется еще для правильной адаптации ноги к ботинку или к обуви, то есть, которую мы эту стельку делаем. Стелька позволяет как уменьшить объем обуви, так и увеличить объем обуви. По-другому говоря, то есть можно либо сделать ногу свободней в обуви, либо она будет теснее. По-разному люди к этому относятся очень по-разному. Кому-то нравится, чтобы это было достаточно плотно, кому-то нравится, чтобы это было достаточно свободно. В плане бега я бы рекомендовал бы, конечно, стельки более свободным объемом, то есть, чтобы они сильно не искрадовали. Давайте поговорим о назначении стелек. Назначение по типу. Есть разные типы стелек. Они существуют для разных видов обуви. Ну, это такие, как горная ходьба, то есть, это трекинг называется. Туризм, просто походы по пересеченной местности. Стельки для занятия спортом. Это в основном бег. Все типы стелек, они различные по материалу. Значит, для бега применяются более мягкие, более демпфирующие материалы. Также мы используем стельки для роликовых коньков. Для роликовых коньков материал используется более жесткий, без слоя демпфирования. Передача нагрузки идет моментально. Для трекинговых есть особенности для трекинговой обуви, потому что походы в горы подразумевают собой достаточно много физических затрат. Преодоление сложных участков, каменистых участков, подъем. Это заставляет человека сильно напрягаться. Поэтому используются стельки с определенным наполнением. У нас применяются как кастомные стельки, то есть это основные, которые прям делаются непосредственно лично под вас. То есть это вот такие материалы, которые представлены как заготовочки. Человек приходит и в течение 40 минут из такой заготовочки изготавливается его личная индивидуальная стелька по его физиологическим особенностям. Вот в данный момент я держу стельки для занятия бегом, причем очень серьезно занятием бегом. Стелька отличается с двойным наполнением по демпферу, то есть обмягченный слой пружинящий получается. Это один вариант кастомных стелек. Чаще всего для повседневной обуви мы не можем использовать очень толстые материалы. То есть нам зона демпфирования здесь не нужна. Для повседневной обуви используется другой материал, более тонкий, более гибкий. Он подходит практически во все виды обуви по седневной жизни. Еще раз повторяю, это кастомные стельки. То есть в данный момент я держу заготовки. Дальше пройдусь еще по такой модели, очень интересной, как стелька для занятия велоспортом. А стелька совершенно без применения материала демпфирования, но при этом передает очень быстренько нагрузку от вашей ноги к обуви, соответственно, дальше к педалям. Такие же стельки используются очень хорошо для катания на роликовых коньках. Дело в том, что катание на роликовых коньках не подразумевает собой сгибы передней части, то есть подошва достаточно плоская и жесткая. Но передача энергии там должна быть моментальной, для того, чтобы чувствовать, что у вас было под ногой. Используется материал, очень интересный, то есть это совершенно последняя разработка, которая дает очень хорошие результаты. Покажу вам еще сейчас стельки для трекинга. Здесь компания Сидас применяет последние передовые технологии как очень большой степени демпфирования. То есть стелька, которая вкладывается в место штатной, дает возможность ходить в три раза дальше. В три раза дальше. Ну, то бишь это по объему дает возможность уйти по маршруту быстрее и дальше. Такие стельки применяются для трекинговой обуви. Также компания Сидас выпускает стельки предформованные. Уже готового образца, вот такие вот стелечки, для того, чтобы вы, если пришли в магазин, если у вас нет каких-то сильных проблем с плоскостопием, если у вас не заваливается стопа, если четко стоит ахиллово сухожилие, пяточка фиксирована, то можно использовать обычные уже предформованные стельки. То есть вы подходите, выбираете свой размер, смотрите на вкладыш, который у вас в обуви и по нему обрезаете. Это очень быстро и легко. Дальше. Дальше есть такие материалы. Так называемые аудоровские. Тоже предформованная стелька. Но применение материалов как фрикционных свойств, биоактивных свойств для трекинга очень важнее, чем для повседневной обуви или для кроссовок. Поэтому производители сюда вкладывают достаточно много технологий. Это тоже предварительно сформованная стелька. Она бывает трех видов. То есть по наполнению, по своду. Она бывает стандартная, то есть это мидовская. Бывает хай, то есть это с высоким сводом. И бывает лоу, это с маленьким сводом. Вот эти три степени, которые в принципе человек как бы в основном. Но это все-таки предварительные вещи. Подойдет, не подойдет. То, что будет легче, это точно. Здесь не надо никаких заморочек. То есть вы приходите в магазин, берете свой нужный размер. Если что-то по геометрическим размерам как здесь, так и здесь не подходит, мы это подрезаем. Все вкладываем и спокойно уходим. Еще существуют так называемые 50% предварительно сформованные стельки. Так называемый флеш-фит. Мы берем заготовочку, которая тоже висит здесь. То есть подбираем свой размер. Свой размер. Но она еще есть, то есть как бы есть с этой стелькой возможность более правильно подогнать. Но не с такой точностью, как 100%, а как 50%. То есть разогревается материал в течение 15 минут. Вы встаете на подушечке, в течение 5 минут остывает. Она подгоняется. И вы вставляете в эту обувь. И спокойненько уходите. Но это, еще раз говорю, это все предформовка. Это 50% подгонка по вашим стопам. То есть это, не сказать, что это кастом, это индивидуально. Вернусь к кастомной стельке. Кастомная стелька. Это очень серьезный продукт. Это очень серьезный продукт. В плане финальной части, то есть вашей адаптации ноги к обуви. Ну то есть в данный момент я беру, держу, это кроссовки. Дело в том, что правильная постановка стопы, правильное распределение нагрузки напрямую зависит от вашего комфорта в дальнейшем. И когда это сделано именно по вашей ноге, ну с небольшим учетом, коррекцией по состоянию колена, по голеностопу, по ахиллу, то есть в некоторые моменты учитывается. Мы не затрагиваем ортопедию. Это не наша тема. Тема ортопедии – это все-таки медицинские работники, которые должны рассматривать не здесь. Здесь мы делаем анатомию, но с небольшой-небольшой коррекцией. Повторяю, небольшой коррекцией совершенно, которая не повлияет на дальнейшее развитие или не развитие ваших проблем, чисто болезненных состояний. Задача этой стельки, основная задача этой стельки – разгрузить вашу стопу, то бишь поставить вашу стопу на всю площадь, чтобы не было пустот. Это основная задача кастомной стельки. Все, что я ранее говорил по предварительно сформованным стелькам, даже флэш-фит, которые, да, то есть они 50-процентные, здесь нет полной уверенности, что ваша стопа будет стоять точно. Да, бывают такие случаи, то есть есть большинство распространено, что эти стельки подходят. Да, действительно подходят, если нет проблем, то есть ухода колена, ухода голеностопа, смещением ахиллового сухожилия вовнутрь. Да, они могут подойти. Если у нас существуют какие-то отклонения, какие-то отклонения, конечно, лучше всего использовать это кастомные стельки. Так, покажу. Вот такая заготовочка, такая заготовочка тоже может использоваться, а как кролики и коньки, гонолыжные ботинки, сноубортические ботинки. Здесь расписаны вот на обратной стороне, ортопедами расписаны, какие зоны контроля проходят, на какой позиции стопы. То есть изначально она была ровненькой, то есть вот такой, вот такой все, то есть она плоская, никаких рельефов, ничего. Конечный продукт получается именно вот такой. То есть я могу вам показать, вот так плоско, а вот продукт, который получается. Еще хочу сказать, что прогибы своды вот этой стопы, это настолько индивидуально, сугубо индивидуально. То есть нет возможности, чтобы вот, например, если мы делаем стельки себе, то какие-то члены семьи, даже если при похожем размере могут носить, это не подойдет. Это я вам точно говорю, потому что это проверено временем уже. Еще хорошо, что эти стельки можно переставлять. Но это не относится к горнолыжным ботинкам. Да, то есть у нас есть несколько пар кроссовок. У нас есть несколько пар. После того, как мы сделаем индивидуальные стельки, если у нас геометрические размеры, ну, то бишь размеры кроссовок, да, то есть как бы не меняются, мы можем из одной пары переставлять в другой. То есть это нормальный, нормальный процесс. Не надо делать кучу стелек для каждой пар обуви. Поговорим в очень важном моменте про свойства стельки с течением времени. Дело в том, что вот инженеры по изготовке для бега стелек говорят, ну, очень так конкретно. Не знаю, откуда у них такие исчисления, но скажу проще. Значит, одна пара стелек – это две пары кроссовок друг за другом. Если у нас пара кроссовок рассчитана 600-700 километров, то есть это нормальная работа, бег, то есть, ну, средняя нагрузка такая, 600-700 километров, то одной пары стелек хватает на две пары кроссовок друг за другом, то есть на полторы тысячи километров. Но при определенном, как бы, обслуживании этих стелек. Обычно я рассказываю, как за ними ухаживать, и тогда, когда я делаю. То есть я изготавливаю стельки и рассказываю, чтобы стелька долго прослужила, что, как за ними ухаживать. Срок службы таких стелек, как горнолыжный, такие, как велосипедные, роликовые, то есть они более жесткие каркасы. Если мы не подвергаем термическому воздействию извне, да, механическому воздействию, как перегиба стельки, вот так, то эту стельку мы не сломаем и прослужит она 5-6 лет. Здесь каркасы жесткие, практически неубиваемые стельки. Я хочу сказать еще, очень важный момент, что изготовление кастомных, таких вот личных, прямо вот ваших стелек, хорошо бы делать, если вы уже подобрали кроссовки, например, либо горнолыжный ботинок, либо ботинок для трекинга, то не делать их в новую обувь. Немножко, надо хотя бы неделечку их использовать, то есть вот для того, чтобы подошвы обмялись. Это просто дает очень хороший положительный эффект на то, чтобы вы почувствовали разницу потом, да, и когда вы пришли ко мне, вы сказали некие особенности, то есть будет видно завал, какой происходит, потому что когда новая подошва, она все равно будет отыгрывать и демпфировать, то есть не будет такое, то есть будет размытое какое-то положение. После использования недели, да, то есть даже, это будет достаточно, чтобы подошва стала, то есть как бы подровнялась под вашу ногу, вот тогда это идеально, прийти и изготовить уже индивидуальные стельки. Ну и в завершение хочу сказать, что в магазине «Спортмарафон» есть такая мастерская бега. Здесь очень квалифицированный персонал, который подбирает правильно именно беговые кроссовки, именно беговые. Это с учетом всех потребностей людей именно для бега. Что касается марафона, что касается просто бега для здоровья, вот, мы объединяемся здесь вместе, то есть мы как бы вместе с людьми, которые работают и оценивают клиента под какой-то тип обуви, то есть тестируют его правильно, да, мы пытаемся вместе продумать на будущее. То есть мы подобрали кроссовок, а буквально через какое-то время, да, то есть человек пришел и сделал стельки, то есть мы это все подсказываем, мы работаем с клиентом постоянно. Это идет прям сразу же при подборе. То есть эта взаимосвязь, она очень важная, да, то есть не просто человек где-то купил кроссовки, пришел, а потом купил стельки. Нет, мы прямо в процессе участвуем в этом, именно прям при подборе. Потом объясняем, какие типы стелек надо потом выбрать и сделать под себя. Ну, в принципе, вот это основное то, что хотелось сегодня донести. Берегите ваши ноги, берегите. Редактор субтитров А.Семкин